Здравствуйте, мои дорогие! Христос посреди нас! Сегодня среда, и посложившаяся на нашем канале традиция, мы вместе читаем с вами Евангелие. Мы сегодня продолжаем читать 11 главу Евангелия от Луки. И я, как всегда, напоминаю, что мы читаем по-церковно-славянски, и те, кому пока что трудно воспринимать на слух церковно-славянский язык, могут открыть Евангелие на русском или на любом другом удобном для вас языке, и следить за нами. Мы же будем читать сегодня от стиха 9 до стиха 23, два зачала. И, как обычно, сперва мы прочитаем, не торопясь, а потом будем уже разговаривать. Я поделюсь с вами тем, что говорят святые отцы, поделюсь своими мыслями, как обычно, и рассуждениями. И вот так мы с вами, надеюсь, получим пользу от этого совместного чтения Евангелия. И аз вам глаголю просите и дастся вам, ищите и обрящите, толците и отверзится вам. Всяк бог просяй приемлет, и ищай обретает, и толкущему отверзится. Которого же вас, отца, вас просит сын хлеба, еда камень подаст ему? Или рыбы, еда в рыбы место змею подаст ему? Или аще просит яйца, еда подаст ему скорпию? Аще оба вы, зли суще, умеете даяние благодаяти чадом вашим, Коль ми паче отец, и же с небесе, даст дух свят, просящим у него. И бе изгоняй беса, и той бе нем. Бысть же бесу исшедшу, проглагола немый, и дивишися народе. Ницей же от них реша. О вельзивули князе бесовстем изгонит бесы. Друзии же искушающие, знамение от него искаху с небесе. Он же ведай помышление их рече им. Всяку царство, само в себе разделяяся, запустеет. И дом на дом падает. Аще же и сатана сам в себе разделися. Каку станет царство его? Як уже глаголите о вельзивули изгонящими бесы. Аще же аз о вельзивули изгоню бесы. Сынови ваши о ком изгонят. Сего ради тии будут вам судьи. Аще ли же о персти божии изгоню бесы. Уба постижена вас царствие божие. Як да крепкий вооружився, хранит свой двор, Во смирении суть имения его. Як да же крепли его, нашет победит его, Все оружие его возмет, на нежу по ваша. И корысть его раздает. Вот первое зачало – это продолжение того, о чём мы читали с вами в прошлый раз, о наших просьбах к Богу. И о милосердии Божьем. О том, как Господь даёт нам и наши просьбы удовлетворяет. И о том, что просить нужно настойчиво и иногда долго. Вот это продолжение этой мысли мы видим с вами здесь. Здесь мы видим, кстати, с вами ещё и пример библейской поэзии. Потому что вот это троекратное повторение – «Просить и дастся, стучить и отверзиться». Казалось бы, одна и та же мысль сказана, ну как бы по-русски мы это скажем, что это повторение, но на самом деле это не просто повторение, это способ библейской поэзии. «Просите и дастся вам, ищите и обрящите, толците и отверзиться». Одна и та же мысль, сказанная с разных сторон. Это, по сути дела, древняя рифма. Так это выражение Господа больше запомнилось. Оно крепче осталось в памяти тогдашних слушателей. Ну а нам с вами оно как бы усиленно напоминает о том, что процесс нашей молитвы к Богу – это именно процесс. Это не разовое наше обращение. Попросил один раз и всё. Ну не получил, значит не надо. Ему же иногда Бог наши просьбы не удовлетворяет. Даже те вещи, которые мы просим иногда на протяжении многих лет, а то и всей жизни. Дело в том, что здесь, смотря что мы просим, так говорят нам святые отцы, в частности Василий Великий, Феофилак болгарский об этом тоже пишет, что если мы просим неполезного, то мы в этот момент просим это как бы не у Бога. Вот такой удивительный есть здесь поворот. Смотрите, когда мы обращаемся к Богу с просьбами, которые явно не угодны Ему и не полезны нам, но мы по своей греховности этого не видим и не понимаем, то мы эти просьбы обращаем к дьяволу. Почему так? Потому что, подступая к Богу с идолами в сердце, мы этим идолам и продолжаем служить. Ну, например, человек неразумно просит богатства, или человек просит повышение по службе, или человек просит, я не знаю, каких-то еще материальных вещей, которые, например, не угодны Богу, и Господь явно показывает ему разными обстоятельствами, что это не угодно ему. Но человек продолжает. Значит, эти вещи, которых он просит, являются своего рода идолами для него. Он служит им. Они являются для него некой самоцелью. Для него цель главная не связь с Богом, а получение от Бога, как от какой-то силы, да, могущей дать, вот чего-то очень конкретного. И как известно в нашей православной духовной практике, что святые отцы нам говорят об этом, есть такие даже специальные бесы, исполнители желаний, которые вот тут-то как раз и вступают, да, на свою работу, потому что человек очень сильно просит, и они это дают, они исполняют эти желания, но только потом человеку от этого не бывает пользы. А Бог попускает это, попускает для вразумления, для отрезвления, потому что иногда и ребёнку, например, когда ребёнок очень сильно выпрашивает у нас каких-нибудь сладостей или шоколада, а мы понимаем, что у него потом заболит живот, есть такой педагогический приём, разрешить ему объесться этим делом, раз и навсегда живот поболит, и ты скажешь, ну вот, ты увидел, ты теперь понял, но это касается тех случаев, когда это не смертельно опасно, да, естественно, никакая мать не позволит ребёнку получить желаемого, если это может привести к его просто гибели, то есть, да, в этом смысле тут как бы Господь тоже знает предел, где, так сказать, можно допустить, а где всё-таки, ну, никак нельзя, однозначно это будет нам просто к погибели, нельзя нам этого давать, то, чего мы так страстно желаем. И вот здесь об этом и речь как раз и должна идти, мы должны понимать, что просить нужно неустанно, неотступно, неусыпно, но чего просить? Прежде всего, Царствие Божие, спасение души, прощение своих грехов, исправление своей жизни, наполнение своего сердца любовью к ближним, вот в этих вещах мы можем, не уставая просить Бога, искать их и стучать, и звать, и нам будет дано, мы в этом можем не сомневаться, ни на минуту, а вот если мы просим большой, красивый дом с бассейном, или если мы просим новую машину, слава Богу, если Господь нам не даёт, значит, нам это не полезно, и значит, нам это не нужно, вот тут нужно смириться и принять волю Божию, поэтому все люди церковные, верующие знают, что когда мы молимся, мы всегда прибавляем, но впрочем, Господи, как ты хочешь, ты знаешь лучше, что мне нужно, и да будет воля твоя. Другое дело, конечно, когда мы просим о своих родных, о тяжело больных детях, о тяжело больных родственниках, когда мы просим о других людях, вот здесь, мне кажется, наша молитва должна тоже иметь вот эти крылья, вот эту уверенность, что если нашей молитвой движет любовь к другим людям, то однозначно Господь услышит и поможет, но, опять же, в чем поможет? Поможет, чтобы этому человеку, о котором мы просим, было хорошо, чтобы ему было благо, чтобы ему было, прежде всего, спасение его души, а уж как это Господь устроит, какими путями, вот это мы уже знать не можем, и иногда тоже поэтому смущаемся, что мы вроде бы видим, что просили одного, а сложилось по-другому, а это, может быть, по нашей молитве сложилось, ко благу этого человека, но просто не тем путем, как мы воображали себе, да, как мы представляли себе, что это должно получиться. И вот феофилакт болгарский очень интересно, здесь нам раскрывает образы, вот Господь говорит, что кто из вас просит у отца хлеба, а он вместо хлеба подаст ему камень, кто просит рыбу, вместо рыбы подаст змею, а кто попросит у отца яйца, неужели он вместо него подаст скорпиона, да, то есть если даже вы, мол, грешные люди, немощные, зли, зли сущие, то есть живущие во зле, в падшем мире и несовершенные в любви, и то своим детям даете, да, то, что они просят, добро и благо, соответственно, неужели Отец Небесный не даст вам? И вот феофилакт болгарский прозревает в этом символы, наверняка он базируется на ком-то еще, из более древних святых отцов, напомню, что сам феофилакт жил в 12 веке, и вот здесь он говорит, что, я прямо прочитаю, чтобы не пересказывать, под просящим хлеба разумей, пожалуй, всякого, кто просит, чтобы открыты ему были вера в Троицу и правильность догматов, ибо они, как утверждающие сердце, суть хлеб. То есть просить у Бога хлеба, это просить правильной, крепкой, глубокой веры. А рыбы просит тот, кто, находясь в море жизни сей, просит у Бога помощи, чтобы ему, как рыбе, сохраниться живым и непогруженным среди искушений. Вот такой образ видит, да, интересный? А тот, кто просит яйца, это тот, кто желает, чтобы ему даны были порождения добродетельных душ, каковы души, как взявшие крылья, вознесшись духом и пролетевшись в землю, по справедливости могут быть уподоблены птицам. То есть просящие яйца, это символ человека, который просит у Отца Небесного добродетельных, добрых дел, чтобы ими, как птицы на крыльях, воспарять и отрываться от всего земного, не заботиться о земном. Вот так интересно. Кстати, заметим, что я не понимала, пока не оказалась в Израиле, а при чём здесь яйцо и скорпион? А почему, если просит яйца, неужели скорпион отдаст ему? Я не понимала, при чём здесь, почему скорпион? Ведь яйцо и скорпион совершенно не похожи. Но вот дело в том, что когда скорпион сворачивается, теперь-то я их тут видела, у нас тут они бывают, слава богу, не очень часто я их видела, но видела не раз. Когда скорпион сворачивается, он действительно похож на яйцо, а бывают скорпионы со светлой кожей, светлого цвета. И действительно он похож на небольшое такое яичко, так что вот это такое вам замечание, чисто бытовое. И дальше мы с вами в следующем зачале уже читаем о том, как Господь исцелил немого человека от беса, который его одержал. В принципе часто глухота и немота объяснялись беснованием, то есть невозможность человека произносить слово Божие, невозможность человека исповедовать свою веру, невозможность человека слышать, воспринимать слово Божие. И вот так обычно святые отцы это описывают, но здесь можно добавить, что вообще в древности в принципе любая болезнь объяснялась одержанием нечистым духом. Поэтому кроме лечения медицинского обязательно прикладывали лечение духовное, то есть человек, когда человеком особые молитвы совершали, у язычников то же самое было, тоже специальные ритуалы всякие были. То есть считалось, что причина всех болезней это духи нечистые. И это очень мудро, кстати, действительно это так. И вот здесь мы видим, как Господь исцелил этого немого человека, несчастного, и фарисеи и саддукеи, которые были там, стали говорить очень странные, на наш взгляд, вещи. Они стали говорить, что Господь изгоняет беса от дьявола, то есть ему сила изгонять бесов дана от дьявола. То есть что он не силой божией это творит, а силой от врага. И Господь приводит очень такое простое, думаю, не требующее объяснение, в общем-то доказательство, что если внутри какого-то дома или царства начнется война, и бесы друг друга будут изгонять, то, соответственно, такой дом разрушится. Поэтому, конечно, этого быть не может. Только крепкий может связать хозяина дома и расхитить его достояние, то есть прогнать его слуг и победить его ратников. И здесь Господь говорит такую фразу «Аще же о аз о вильзевули изгоню бесы, сынови ваши о ком изгонят, сего ради тии будут вам судьи». То есть если я изгоняю бесов от дьявола, то от кого изгоняют их ваши сыновья? Сейчас я объясню, о ком здесь речь. А если же я о персте Божией изгоняю бесы, постигла вас Царствие Небесное? То есть Господь говорит иными словами о том, что это та же мысль, которая у апостола Матфея, что всякая хула отпустится человеку и хула на сына отпустится, но не хула на духа святаго. Это вот та же мысль, сказанная несколько с другого конца. А именно, как же могли иудеи хулить чудеса, которые творил Христос? То, что они его обвиняли, что он с блудницами-матарями ест и пьет, что он нарушает субботу, что он не постится, когда положено поститься, как он говорит, это вам проститься. Потому что здесь вы хулу возводите на сына человеческого, то есть на человечество Христа, на него как человека по плоти. И Господь, конечно же, прощает им это за их немощь, за их слепоту. Но хула на духа святаго не проститься. Почему? Потому что если он не от Бога, то от кого же были пророки, сыны ваши, от силы кого изгоняли бесов, они будут вам судьи. То есть если вы уже имели пророков, имели чудотворцев и в прошлом, как же вы можете не знать духа святаго, не узнавать духа Божьего? Вы не имеете на это право, говорит Господь. И потому эта хула уже происходит не от заблуждения, не от неведения, не от соблазна какого-то такого человеческого, а уже от злого сердца, от сердца, которое отрицает Бога, которое приписывает божественные действия дьяволу. То есть иными словами равняет Бога с дьяволом, во-первых, а во-вторых, не различает Бога и дьявола. То есть всё смешивает в одно, и такая хула уже означает как бы добровольное отрицание и отчуждение от Бога, и это уже не простится. Опять же, обратите внимание, Господь не говорит, что Господь не говорит так, похуливший духа святаго, не будет ему прощения, но хулящий. То есть, конечно же, покаяние, конечно же, может очистить и Господь через покаяние, конечно, грехи прощает, и этот грех может простить и прощал тем иудеям, которые потом обращались и каялись. И вот здесь действительно удивительно слепота иудеев, не стыдящихся отвергать очевидную истину, как пишет нам Афанасий Великий. Он говорит, что если же вы говорите, что меня не знаете, то, несомненно, знаете, что изгонять бесов и совершать исцеление есть дело духа святаго. Вы это знаете через весь Ветхий Завет. И как вы можете не увидеть во мне, не почувствовать во мне того, что вам так хорошо было отцом моим открыто уже на протяжении веков, в отличие от других народов, которые действительно могут сказать, мы не знаем, мы с таким никогда не сталкивались, у нас нет опыта. Вот так страшно. Ну, а что касается покаяния, вот тот же Афанасий Великий развивает дальше комментарий на вот этот момент из Евангелия. И он говорит, что покаяние очищает все грехи. И интересно здесь продолжить мысль вместе с ним и рассказать о том, какие есть четыре способа покаяния, на которые Афанасий Великий нам указывает. Два способа в этой жизни и два способа в будущей. Здесь имеется в виду покаяние деятельное. То есть не просто наше эмоциональное раскаяние, сокрушение, признание Господа, сокрушение в своих грехах, но и определенные действия. Вот, например, он говорит, что в будущем веке будет взвешено добро, которое делал человек другим людям. То милосердие, которое он творил без оглядки, без расчета, по состраданию к людям. И если оно перевесит его грехи, то грехи будут ему отпущены. Вот так удивительно. И второе, если человек не осуждал никогда при этой своей жизни, грешил, не понимал, хулил даже Бога, не понимая, но никогда не осуждал других людей, тоже грехи будут ему прощены. Вот так пишет Афанасий Великий. Это удивительно. А в этой жизни есть тоже два способа справляться. Во-первых, это воспринимать скорби, которые выпадают тебе, с благодарением. То есть не жаловаться, а понимать их как искупление своих грехов на земле и благодарить Бога за скорби и за немощи. Это тоже считается деятельным покаянием. И, наконец, творить добрые дела людям, искупая то зло, которое ты делал здесь. То есть в той же области, скажем, где ты творил зло и осознаешь это, в этой же области закрывать эти злые дела добрыми поступками по отношению к другим людям. Вот так интересно Афанасий Великий заканчивает нам толкование вот этого места из Евангелия. Правда, он толкует Матфея, потому что этот случай с бесноватым изложен и у Луки, и у Матфея. Он говорит на Матфея толкование. Но это тот же эпизод, поэтому я его использовала. Вот так интересно и такое сегодня глубокое, очень, Евангелие затрагивающее, важнейшие, опять же, для нашего спасения вещи. И надеюсь, что нам было вместе интересно и полезно задуматься о каких-то вещах. Мы с вами продолжим с Божьей помощью читать Евангелие в следующую среду. Ну, а пока я с вами прощаюсь. Желаю вам во всем помощи Божией, крепкой веры. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok